У нас с Игорем есть общий знакомый, который работал долгое время на предприятии, производящие турбины для Бушерской атомной электростанции, которые создают в Бушере на моей памяти уже очень много лет. Кроме всего прочего, это бывший сотрудник разведывательного управления России. И когда сдавали работу, он позволил себе отозваться как о среднем качестве. Говорит, ну сделали турбину, конечно, для нас бы мы делали лучше. Я его тогда спросил, почему вы что специально делаете? Плохо, хуже? И он ответил очень просто, эта АЭС никогда не будет работать. Ее разбомбят американцы, и никогда она запущена не будет, потому что продуктом работы атомной электростанции является почти оружейное топливо. Оружейный материал для производства ядерного оружия. Будучи специалистом своей области, он специалистом является своей области, я отчасти ему верю. Но исходя из этого у меня вопрос. Вопрос следующий. В свое время, когда американцы изобрели ядерную бомбу, они сбросили одну на Нагасаки, вторую на Хиросиму, причем использовали разный уран, в одном случае 235-й, в другом случае 238-й, для того, чтобы посмотреть, как происходит разрушение, как это влияет на людей. То есть, на самом деле, такое животное исследование над людьми они произвели. Когда Советский Союз произвел ядерную бомбу, Сталин просто об этом объявил американцам. Он их предупредил, сказал, у нас есть ядерная бомба, все. Вопрос в следующем. Когда, а я уверен, что когда-нибудь у Ирана будет свое ядерное оружие, потому как страна стремится к этому, и как бы кто ни говорил, какие политики нам что ни заявляли, если почти десяток стран сегодня, чуть меньше, имеют ядерное оружие, то ничего не мешает и Ирану обладать этой технологией. Тем более, что умы и головы там есть. Вопрос в следующем. Когда у Ирана будет ядерное оружие, каким образом, как угодно можно говорить, мировое сообщество, зловредные Соединенные Штаты, постоянный соперник Израиль, вот можно множество предпринять описаний государств, каким образом Иран об этом объявит. Или не скажет ничего. Просто будет ожидать ситуация, когда вдруг произойдет недружественное нападение, и государство вынуждено будет применить свой ядерный потенциал. Я считаю, что еще мир недостаточно знаком с докториной мощи Ирана. И докторина Ирана сводится к тому, что сила страны получается в результате объединения слоев народа. И эта докторина уже доказала свою целесообразность в течение 30 лет нашей истории. Потому что у шахского режима была самая мощная армия этого региона. Потому что до победы и в начале революции, в начале демонстрации, акции и протестов, европейцы говорили о том, что иранцы совершают глупость. Победить такую мощную армию и такой мощный строй – это невозможно. Это произошло и во время 8-летней войны между Ираном и Ираком при правлении Саддама Хусейна. Но это не была война Саддама Хусейна против Ирана. Это была война французских вооружений и самолетов, и химических бомб Германии, и вооружения со стороны Америки, в том числе со стороны Советского Союза. И передача развединформации о фронтах между Иранской и Иракской войне, а также и денежная помощь от 20 до 40 миллиардов долларов некоторых региональных держав Саддама Хусейна. Очень важное уточнение, которое я хочу, чтобы посол пояснил мне. Когда я задаю вопрос о ядерной бомбе, вооружении, я вспоминаю, как на многих улицах крупных городов Ирана я видел плакаты погибших военнослужащих, и много среди них вертолетчиков на фоне вертолетов. И какова бы ни была сила и мощь народа, насколько бы он ни был сплочен, без вертолетов. Вертолетчики не смогли бы осуществить свою победу. Поэтому я и спрашиваю. Вооружение сейчас очень важно. И как бы мы ни говорили о том, что народ един в своей вере в преданности правительству, мы все равно не должны забывать, что вооружения сегодня, значит, слишком много. Слишком много. Вы правильно говорите. Но то, о чем я хочу рассказать, это докторина мощи Ирана, и Иран из чего исходит для приобретения этой мощи. Но я хочу сказать, что если есть народное единство, если есть сплочение между различными слоями населения вот той или иной страны и нашей стране, то наши враги не смеют. И история показывает о том, что невозможно победить сплоченный народ, и чтобы они потерпели цель этого народа, потерпели колоссальные поражения. И поэтому я хочу вам сказать о том, что в оборонной дактирине Ирана ядерное вооружение, ядерное оружие никакого места нет. И поэтому мы задолго до проведения ядерных исследований включились, подписали договор о ДНИАУ. Некоторые государства, которые преследовали военные цели, подписали это соглашение. Ну, исходя из того, что все это у нас была такая стратегия, и поэтому мы подписали это соглашение. А планирует ли, заключил ли Иран контракт на поставку из России в Иран комплексов противоракетных С-300? Есть ли такой контракт? Да, такой контракт есть, но С-300 это оборонительные вооружения, это нападающие. Оборонительные. А вы получили уже эти комплексы? Нет, еще мы не получали эти комплексы. Строятся. Строятся. Вы, когда Иран получит эти комплексы, я думаю, что вы будете чувствовать, как дипломаты себя, гораздо более уверены на переговорах с американцами или их посредниками. Я хочу сказать, что оборона – это инстинкт, это и логичная тема. Поэтому правительство несет ответственность, чтобы обеспечить безопасность и оборону своих народов. И поэтому мы угрожаем признательность правительству Российской Федерации, что в эти обороны, в обороне нашего государства помогает нам. Но надо учесть и тот момент, что во время войны с Ираком никто нам не поставлял вооружение, и мы победили вот саддамский режим, свои кровь. Как в Санкт-Петербурге, когда были в балакаде, да, и все-таки защищали свой город в течение 900 дней. И поэтому я считаю, что очень явное сходство между Ираном и Россией – это любовь к своей родине и защищать свою страну. Я бы немного добавил к словам господина посла, что когда в Иране произошла революция, и действительно Соединенные Штаты натравили на Иран Ирак, соседнюю страну, через президента Ирака Саддама Хусейна, вооружив его и снабдив деньгами, для того, чтобы он напал на Иран. Это произошло для советской дипломатии настолько неожиданно, хотя советская дипломатия имела хорошее отношение с Ираком, но Хусейн не посоветовался с Советским Союзом. Я читал мемуары советского дипломата, который пишет, что в этот момент Советский Союз был настолько недоволен таким поступком Саддама Хусейна, что он выходил на руководство Ирана и предлагал поставки вооружений. Но доктрина Ирана заключалась тогда в том, что США – это большой сатана, а Советский Союз – это маленький сатана. И Иран устранился от переговоров. Но на тот момент у Ирана было колоссальное количество оружия, которое осталось со времен Шаха Резы Пехлеви, о чем посол недавно говорил. Я не совсем с вами согласен в этом вопросе, но мы хотели использовать российское вооружение для нашей обороны. Но я в начале своего выступления говорил о том, что это подход Ирана к обеспечению своих прав и логики Ирана, каким образом, справедливо, возможно. Не надо забывать о том, что Советский Союз воевал с мусульманами в Афганистане. Это горькие дни прошлой истории и никакого отношения к нынешним нашим взаимоотношениям не имеет. Сейчас Российская Федерация – очень хороший друг для всех стран этого региона, и это фактор, который препятствует односторонного подхода некоторых стран. Сейчас с мусульманами воюют Соединенные Штаты и Израиль. А что касается того примера по поводу Ирано-Иракской войны, когда Америка натравила Ирак на Иран, и Иран потерял в результате этой войны, по-моему, около пяти миллионов убитых, то недавно произошел такой же рецидив, когда Соединенные Штаты натравили на Россию свою марионетку Саакашвили, предводителя Грузии. И в связи с этим возникает вопрос, а когда Иран признает независимость Южной Осетии и Абхазии? Безусловно мы осуждаем и действия американской стороны, и Саакашвили. Но удивительно то, что американцы говорят на словах о своей дружбе, а мы стали свидетельствами того, что когда какое-нибудь ответственное лицо Америки совершает визит в ту или иную страну, и эта страна начинает нападать на другие страны, на сосед. Потому что некое ответственное лицо американцы совершили визит в Ирак, и через неделю Ирак напал на Кувейт. И госпожа Райс тоже совершила визит в Грузию, и через некоторое время уже Грузия напала на Южную Осетию. И начало войны Саддама Хусейна против Ирана тоже произошло после визита одного ответственного лица Америки. И поэтому мы считаем, что действия Америки и Саакашвили против этих двух республик, мы считаем это чистая авантюра, и неоднократно тоже и даже всему миру об этом говорили. То, что касается нашего признания этих двух республик, этот вопрос изучается иранской стороны. В то же время мы не признали и независимость Косово тоже. Мы считаем, что такие признания и такие признания таких образований это уже создает более напряженную ситуацию во всем мире. Но видите, в то время американцы очень настаивали на том, что мы признали Косово в качестве целого государства, и наши российские друзья были против этого. Я полагаю, что этот вопрос имеет повышенную чувствительность, и надо обратить на это повышенное внимание. Но я на предыдущий вопрос не понял ответ. Я хочу сказать то, что подтверждает стремление Ирана против создания ядерного оружия, это установление камер со стороны МАГАТЕ и регулярная инспекция инспекторов МАГАТЕ наших объектов. Но это говорит о том двойном стандарте, который вы тоже упомянули. Мы подписали ДНИАУ, мы разрешили, чтобы в наших соответствующих объектах были установлены и камеры, и посещение, и посещение инспекторов МАГАТЕ, и все документы уже подписали. Нас критикуют, а есть страны, которые никакие документы не подписали, они обладают ядерным оружием, и они не являются объектом критики со стороны Америки и западного мира. Господин посол, мы когда были в Иране, проехали по нескольким городам, и очень много разговаривали с простыми людьми, которые живут в Иране. И в частности, я слышал историю, что когда собираются большие семьи на каких-то торжествах, на праздниках, вечером уже после обеда открывается большая дискуссия, когда было жить лучше, или когда жить лучше в стране, в государстве Иран, когда она стала Исламской республикой, или при шахе. И семьи, как правило, делятся пополам, на равные части, где спорят, одни говорят, вот тогда это было лучше, тогда то было лучше. Но у меня есть конкретный пример. Водитель, который нас возил, он рассказал историю. Говорит, что при шахе у его отца было две семьи, два дома куплено, значит, в каждом жила отдельная жена, у него было две жены, соответственно, две семьи. И отец нашего водителя работал на фабрике начальником цеха по фасовски сигарет. Начальник цеха. Он не был управляющим крупным, он не был большим директором крупного предприятия, он всего лишь начальником цеха по упаковке сигарет работал. Но его отец содержал две семьи, у него было в собственности два дома, и в каждой семье у него было по два ребенка. Наш водитель, который нас возил, сказал, сегодня я могу себе позволить одну семью с одним ребенком, и единственное, что у меня есть, государственная квартира, за которую я плачу аренду. Вопрос в следующем. На ваш взгляд, когда может кардинальным образом улучшиться жизнь простых, простых граждан Ирана, вот такого же водителя, который нас возил на машине, который с ностальгией вспоминает шахские времена. Но я хочу сказать, что это уже второй момент, когда вы высказываете высказывание одного отдельного человека на целую страну. И в тот раз тоже вы его высказывание тоже распространили на всю иранскую действительность. Я хочу вам сказать, что лучше и в другом месте не надо говорить о том, что вы построили турбину с низким, совсем высоким качеством. Это и спорт, и наши взаимоотношения. Но я как посол Ирана, и как человек, который уже в течение 16 лет, работаю с Россией в области техники, технологии, и всегда рекламирую благонадежность российской техники. Если вы будете говорить в вашем интервью о том, что турбина была такого качества, тогда и я потеряю лицо, как посол. Но это естественно, когда очень колоссальные или важные изменения в стране происходят, и некоторые экономические перестановки тоже происходят. И поэтому то, что произошло в России после пристройки, там тоже имели многие перестановки, те богатые люди, которые были там, неизвестно, что остались богатыми сейчас, и наоборот. И это естественно, когда такие революции, такие изменения происходят, социальные перестановки и трансформации. Многие бывшие богатые может быть уже не станут такими богатыми, или они потеряют те связи, которые имели, и это было причиной их богатства. Я полагаю, что надо обратиться к более официальным статистикам Мирового банка или вот других финансовых международных источников и убедиться в том, что покупательская способность иранского гражданина возросла или нет. Потому что до революции 70% нашего населения были без грамм. И поэтому, когда вы выезжали из Тегерана, и когда попадали в древня, то нищета была явной. И во многих древнях и селах вообще не было медицинского обслуживания и первые необходимые для жизни. И были древние, которые из-за неимения дорог несколько месяцев могли приезжать в города. Поэтому я полагаю, что действительно многие живут благосостоятельно, состоятельно, если до революции у нас 40% населения жило нормально и хорошо. Сейчас уже 70-80% населения. И поэтому, если вы спросите, что нищие есть там в Иране, я говорю, да, как и во всех странах. Но воля правительства, чтобы минимизировать этот процесс, чтобы нищета была минимальна. И поэтому сейчас в самых отдаленных древнях, селах Ирана, естественно, есть и бесплатные медицинские обеспечения и социальные страхования. Скажите, вот мы с Денисом, когда были в Иране, мы видели огромное количество исторических памятников. Вот в Исфагане, к примеру, великолепный мост через реку Зиандерут. В Персеполисе, его иранцы называют Тафта-Джамшид, осталась значительная часть дворца царя Адария, который был сожжен в свое время западным варваром Александром Македонским. Но даже в Персеполисе мы не видели ни одного туриста. Мы были единственные, кто ходил по этим развалинам осматривал сохранившуюся часть дворца. Еще было несколько иранских школьниц. То есть ни с Западной Европы, ни из России, ни откуда туристов нет. Не было вообще никого. Понятно, что из западных стран туристы не едут, потому что там по телевидению говорят, что Иран это империя зла. Но почему в России вы не размещаете рекламу с тем, чтобы туристы из России приезжали в Иран? Потому что Иран с точки зрения туризма действительно ни с чем не сравнимая страна. И многие люди у нас просто думают, что это такой же Египет, только без пирамид. Или Турция, но без моря. Хотя Иран совершенно не похож на арабские страны. Почему вы не ведете такую работу? Я хочу сказать, мне надо объяснить, сначала было яйцо или сначала была курица. Надо доказать о том, что было первоначально. Мы считаем, что из европейских стран мало туристов или вообще не приезжают туристы. Это потому, что действительно западные страны негативную рекламируют против Ирана. Я уверен в том, что первоначально у вас тоже было совсем другое представление об Иране до вашей поездки в Иран. Это вы тоже, наверное, получали представление от западных СМИ об Иране. Мы хорошо разбираемся, что говорят западные страны. В новом правительстве Ирана мы создали отдельное управление во главе вице-президентом. Это касается развития туризма Ирана. И то, что говорит о том, что из России нет туристов, это совершенно справедливо. Это тоже беспокоит меня, и поэтому мы уже думаем об этом. при общении с президентом Ирана первая рекомендация моя была гуманитарная связь и вопрос туризма, и другой вопрос, чтобы большее количество иранских студентов обучалось в учебных заведениях России. Дай Бог, чтобы в ближайшем будущем хорошие иранские студенты будут обучаться в Санкт-Петербургских университетах. Скажите, в России многие люди считают, что Россия должна встать на западный путь развития, брать за пример Америку, и таких политических деятелей в народе называют либерасты. Другая часть считает, что Россия должна опираться на собственные традиции, то есть развивать традиционное общество. Вот Иран идет по пути соблюдения своих традиций, исламских традиций в частности, традиции зороастризма среди тех, кто придерживается этой религии. Признак цивилизованности это отношение людей друг к другу, их своим детям. На Западе считают, многие считают и говорят, что Иран это не цивилизованная страна, потому что она стоит на своих отсталых традиционных ценностях. Но я бы хотел в этой связи как иллюстрацию задать вам вопрос, а сколько в Иране производится абортов и сколько в Иране детей беспризорников? Но действительно здесь я располагаю статистикой, потому что я никогда не думал, что вот такой вопрос об абортах. А то, что касается беспризорников и детей беспризорников, ну можно сказать, что в Иране очень естественно часто происходят чрезвычайные ситуации. Это уже сейсмичный район Иран и в результате землетрясения иногда некоторые дети становятся беспризорными. Беспризорность в Иране из-за этих чрезвычайных ситуаций. Но я хочу сказать о том, что вопреки тому, что некоторые говорят о том, что Иран все-таки применяют отсталие традиций или законы, которые касаются древнего прошлого. Я хочу сказать, что вы лучше, чтобы обратились к вашим исламистам и чтобы узнали их мнение. Хочу сказать, что в Исламе очень много положительных моментов, прав человека, прав животных, прав женщин. все это оговаривается в Исламе. И поэтому мы считаем, что это соответствует действительность, когда некоторые утверждают о том, что Иран не цилизованная страна. Но пророк Ислама, когда он возвращался в Мекку и на это уже сделали американский фильм, даже он давал указания, чтобы даже древья не получали повреждения из-за этого приезда, из-за этого прихода. Но это был город, где пытали многих мусульман и убивали очень много мусульман, но он дал такое указание, чтобы никто никакого повреждения не получал. А разве в Исламской Республике Иран разрешены аборты? Разве это не противоречит Исламу? Хочу сказать, что аборт в тех случаях, когда по медицинским соображениям это нужен, то разрешается. Только в таких случаях? Да. Потому что мы исходим из того, что из-за рода, что это Божие творение, если мама или папа не могут содержать ее или его, лучше чтобы они предали в соответствующие организации. Не скрою, что мы с симпатией относимся к государству Ирану, интерес которого вы представляете в России, потому что Иран опирается на свои собственные традиционные ценности. И мы в свою очередь тоже считаем, что Россия должна опираться на свои православные христианские ценности, благодаря исследованию которых Россия и стала столь значительным государством на протяжении мировой истории. И напоминаю нашим телезрителям, что в эфире была программа «Два против одного», в студии был Денис Литов и я, Игорь Муратов, в гостях у нас был полномочный и чрезвычайный посол Республики Иран в России. В завершении я бы хотел сказать, что вы представляете то государство, которое Америка называет империей зла. То есть Америка говорит, империя зла это Иран, Сирия и Северная Корея. Я же считаю порой, что ось зла выглядит другим образом. Это Соединенные Штаты агрессор, Израиль, наводчик и Великобритания как пособник. И я бы хотел выразить пожелание, чтобы вы не экономили деньги на закупке российского вооружения, которое позволило бы вам сохраниться как государству. И я желаю вам успехов вашей нелегкой работы. Я благодарю вас за эфир, интервью. Я хочу вас всех, ваших коллег и весь российский народ и все российское государство поздравить с наступающим Новым Годом, чтобы 2009 год был для вашей страны и для вас годом честности и благополучия, чтобы вы достигли еще новых вершин. Русские традиционно празднуют Рождество Христовое. Это 7 ноября, да? 7 января. Января, да. 7 ноября. 6 или... Спасибо вам. Спасибо.